Одно из них, художники, мечтали только о том, как участие, художество, в любом случае, избавиться от его давления, а другое, о том, что все было наоборот, и художники в любом случае мечтали, как готовы подраться. Ну, доли есть это предусловно, а есть и доля в другом, хотя, на самом деле, ни того, ни другого. Основной тем, что называется масса нашей среды тогдашней, не было, потому что художник вообще человек, который по природе своей, он не общественная личность. Он, как правило, работал внутри себя, со самим сахой, со своим холстом, со своей камнем, со своей бумагой, со своей ручкой, своим карандашом, и менее всего хотел бы вообще быть трибуном, гражданином, героем этого дела. Это редчайший случай, если это не так. Такое дело, что жизнь того времени вынуждала нас, вынуждала нас выйти из своей специальной башни, из своего подвала, из своего чертака, потому что нестерпимо для кого-то, кто-то совершенно комфортно себя почувствовал. Я пешку стою, я делаю свое дело, а там очень трудно. И таких концертов, как было, конечно, большинство. И это естественно, и когда это правильно, так и должно вообще поступать в художник. А как художник, ничего не должен. Но были и другие, были люди, которые долго нестерпимы в том половине, в котором мы находились. И среди них, например, тут и били людей, дарили гуржанки, которые не модулируют сидеть просто так и ждать, когда вы заходите. Они хотели добиваться и добивались того, чего, о чем мы считали людей. Я говорил, что это было достаточно дорого. Юрий Жарких, возвращаясь из Москвы после переговоров о том, как, это уже в прошлой предназначенной выставке, как организовать всесоюзную выставку антеграмму, получил отравление битом, которое мы дали ботинки. Утром он проснулся, в поиске суронов ноги в свои ботинки, вышел на перрон и упал от того, чтобы ноги были обрежлены. Когда его привезли в больницу, он врач сказал, что это отравляющее вещество. Я первый раз вижу, откуда вы, как это вы, где-то работаете, члены как от химической работы. Вот так его наказали. А Женя Амихен, Женя Амихен сгорел после всескопки. Он тоже был одним из самых активных членов первого тела. И он тоже добивался организацией, всесоюзной выставки на скрете. И он чувствовал, что опасность вокруг него гнетается. И кто-то рассказывал о том, как буквально за пару дней до его гибели, он был в Москве, вышел из какого-то, не помню, итальянского посольства вместе с кем-то с Белизой. Вместе. И Жаскев сказал, он услышал где-то как-то. Мне тревожно было. Мы же не поедем в Миксер. Да, поедем где-то. Затсидимся там где-то. Ну, там у меня было возможности, они размехались. А Женя вернулся, Женя вернулся в город. На радости, вроде, все хорошо, други пошли. Дружья, Мастерская. А ночь Мастерская загорелась. Она за нее уже не вышла. А я, к этому времени, ну, я был, естественно, зрителем первой в Востоке Востоке. Да? А потом стал участником в Востоке до Каневска. Вот у Игоря этот, когда принес с ним работу. И ребята согласились их встретить. После этого я считался членом товарища. И, в общем, для меня это все было уже достаточно близко и поем. Вот. А я шел в тот день, я шел в тот день. Нет, по-моему, встретил Анатолия Белкина. Который пустышок. Папа, у него, что случилось? Женя, вы, Женя, погиб. Вот. И это так. На рабе жара. Там же, где были квартиры и в Востоке Востоке была. Там же самолайн был пап. Нашим художником. Вот. Все были в растерянности. И кто-то, если я не ошибаюсь, это был... Хочу... Не убежать. Кто-то предложил. А что идти? Мы не можем так это оставить. Давайте все-таки организуем какой-то протест. И пришла в голову идея идти к Половской крепости. И на приближающие выходные провести там несанкционированную выставку в памяти Женевихина, выставку протеста против второго половины, которого мы оказались. Мы пошли туда. Делить мы. Делить мы на нашу группу. Мы сидели там на песочке. Все это красивые истории. Да, красивые. И на следующие выходные, да, действительно, половина, в этом случае, половина осталась дома. А половина художников пришла к первой волоской крепости. Когда они все зашли, потому что, так сказать, было решено, что делать это тайком не стоит, лучше все-таки предупредить городские власти о том, что мы будем делать эту выставку. И тогда у нас, наверное, нет. Мы санкционированы здесь с ним. Поэтому, в голову, просто, на культуре, представление культуры было просто на письмо, потому что, так и так, мы будем проводить очень простых пустет бездаклазкой лепсти. Узнав об этом, они, соответственно, сообщили прежним людям. В молодежи, вроде, организовали у домов, у квартир и у мастерских тех художников, у которых были мастерские, организовали подруги и художники, и художники. Некоторые люди, чистой группы нашей, когда попытался выйти из квартиры с котиной, с папкой, еще чем-то, был остановлен дружинниками милиции на площадке своей квартиры, и им было сказано, возвращайтесь назад. Что такое, в чьи, в каком углу? А вот так. Значит, из квартиры возьмите, из квартиры, из квартиры. В эту часть людей до ТК не попало. Часть попало. Я, наверное, предполагал, потому что Дмитрий Ильич, который был заранее из дома вышел. Но, тем не менее, уколы ТК, всех туда подходили, всех задерживали, и это уже, естественно, так говорили о нас в ближайший год ДВД до ТК наема. Куда приехали полезные чекисты, отсмотрели все наши работы, смотрели на, убедились в том, что у них кондиционеров нет, говорят, не за что нас сажать, но предупредили о том, что в следующий раз будет уже хуже. Поддержали для вечера, чтобы нам вручали, когда они не волнулись, и потом уже отпустили. После чего было еще одно собрание о художниках, еще у меня меньше рюклик, но она решила провести повторную выставку. Ну, и вот тут, по-моему, кому предложил, это была, кажется, его идея, сделать эту выставку концентральную. Потому что, ну, поняли, если мы придем с картинами, мы не дойдем как-то, потому что у нас не дошли, то, что даже достигли воскрепости. Поэтому мы поставили объявление о том, что выставки состоятся, но объектами этой выставки будут те, кто будут мешать людям. Вот жилых объектов оказалось очень много. Они были пешком, на мотоциклах, и даже на катерах, которые ходили, а потом не упал с каких-то стилей. Вот чтобы никакой художник там вплавь, то есть держа концы, держу вахту, он не нашел, не попал. Поэтому точно так же все были. Выдворены, несколько человек приставали. А потом, потом, мы еще раз собрались, и было решение, и голодать. Начали голодать. Неделю, неделю был. Ну, я получил телефонный звонок. Он сказал, ну что, голодаете? Ну, голодайте, голодайте. Подошли сюда, как щекут. После этого, мы спочитаем какое-то время, я вместе со своим домом, подавленником моего рука, он отдался, когда без опаловской пексти взяли на с собой молоку, куда мы сегодня на Балиаканске, взяли два валика, и на государственном пастионе в ночь перед тем, как она должна была начаться косметический ремонт на садах, мы доставили душу. Представили надпись? Вы подоспинайтесь, но душа человека не знает опора. Это демантическая надпись. 42 метра глиной, 1 метра высотой. Хорошо читалось с разных сторон. Потому что в ней не выписали. Или даже? Нет, два валика, это было быстро, 10 минут заняло все это начало. Вот. Ну, просто существовало, очень долго. До следующего утра, когда она была обнаружена, сначала, без боевых видов, растерялись, на третьих кругах печень, самостоятельно. В Павловской крепости находилась Крабовая Местовская. Поэтому они вытащили эту книжку от гробов и стали решениями от гробов эту надпись скрывать. В этот момент она перешла на вашу сторону. Несмотря на летнее время, его обошли на берегу. Она подняла знак, чтобы подойти к надпись в основном. И они были в болотных сапогах на болотных сапогах с лодки на обычных доцентов. Закрытие было. Ну, а потом просто за берегу, я делаю, я так сказать. А потом, насколько бесконтурная работа сама уже одна предназначалась, она все это почистит. Ну, дальше, дальше. Значит, какое-то время в Союзных Техмобили пришло нашим друзьям в Союзных Техмобили письмо от Кустя Кузьминского, которого завтра в этом. Написала я о том, что «Сволочи, вы себе дураки, если вас спасали, вы не знаете, а то, что уже в первую стеренулость, а те, кто это попало в Рочу Думу, мы были арестованы, и, кстати, глава шестерства в местах кишки. Спокойно на севере, а потом он сам был. Игона и Георгий, и Георгий, и Георгий, и Букаты Совета, депутат Государственного Думы под. но он состоялся в Волгинской 10. А так было 50 начальников, а так и Тушкорбаков. И нам Мы перед тобой, и нам суждать, и все так не было. Почему я об этом заговорил? Просто к тому, что Мансиан Георгий, никто из художников, вообще не хотел никакой геологической судьбы найти, ни подвигов совершать, ни подвигов сидеть, никто из нас не хотел. Другое дело, что жизнь была такова, что она часто нуждалась на нас, знаете вещи. Это сложно жить в обществе. Быть свободным в обществе нельзя. Жить в обществе, быть свободным в обществе можно. Потому что свобода – это не пустота, потому что свобода – это возможность умора. Слава Богу, сегодня мы такую возможность имеем.